Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО привлекает людей всех возрастов и с каждым годом количество выполнить нормативы растет. В Ахе уже многие получили знаки отличия и теперь готовых к труду и обороне стало еще больше. В администрации городского округа в торжественной обстановке 11 жителей города получили из рук главы заслуженные знаки отличия. То начинание, которое было в наши молодые годы, мы участвовали в этих, и это был какой-то норматив каждого ученика, каждого рабочего сдать нормы ГТО. Нормативы, конечно, они расписаны, и это приятно видеть и знать, что люди здесь способные, что люди физически здоровые. И у нас в Ахинском районе это начинание я очень приветствую. Думаю, в каждом предприятии, в каждой школе будут эти нормативы, и они будут как в обязательном порядке сдавать каждое. В этот день вручены один бронзовый, три серебряных и семь золотых знаков отличия готов к труду и обороне. На золото сдали нормативы комплекса Диана Шилова, Александр Гофман, Елисей Колосков, Альберт Овчаренко, Мария Орехьева, Антон Колесник и Сергей Сорокин. Серебряный знак отличия заслужили Владимир Плюснин, Олег Семерий и Арина Лагутина. Бронзовый знак вручен Тамаре Андреевой. Очень приятно, что это первое такое награждение на таком уровне в нашем районе. Я надеюсь, что это будет традицией на многие годы, что мы будем чествовать тех, кто решился показать себя, доказать самому себе, что он лучше кого-то, быстрее, выше, сильнее. И на вашем уровне пойдут молодые ребята за вами, может быть и не очень молодые. Поэтому приятно. Я вас поздравляю с тем, что вы заслужили на сегодняшний день вот эти знаки отличия. Если вы решили попробовать свои силы и сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», зарегистрируйтесь на сайте gto.ru и подайте заявку. Центр тестирования, который открыт на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин», приглашает всех желающих принять активное участие в выполнении нормативов комплекса и получить свой знак отличия.